Солнечная Куракылла в далеком Приморье. В Владивостоке на сцене Театра молодежи открылся первый тур фестиваля «Возможности безграничны». Это конкурс юных и талантливых детей с ограниченными физическими возможностями, но безграничным желанием творить и жить в искусстве. У рука моря дуб зеленый, затая цепь на дубе тома. Исполнитель из Артема, участник из Артема, так откровенно он прочел и красиво у лукоморья дуб зеленый. Он нашел какое-то выразительное средство. Это палитра и кисть. Он читал, и каждое слово у него было вкусно. Вот как эта краска на палитре. Первый тур заочный жюри веет своих героев только на экране. Около 20 муниципальных округов, более 450 участников. Их собрали лидеры местных отделений движения «Матерей России». Фестиваль – один из этапов социальной адаптации особенных детей. Работа с психологами, педагогами, сотрудничество с обществом инвалидов, с серебряными волонтерами. Все на плечах административных мамочек района. Мы подготовили 12 номеров. Это дало возможность ребенку почувствовать себя нужным, понимаете, увидеть себя со стороны. И когда увидят их товарищи, мамы, родители, это какая-то гордость. Фестиваль возможностей при поддержке губернатора Приморского края продолжает проект «Надежда, вдохновение, талант», который в этом году взял паузу. Номинации для особенных детей – вокал, художественное чтение, театральный жанр, танец, музыкальный инструмент. Мы пытаемся создать максимально комфортные условия для того, чтобы они реализовали свой творческий и физический потенциал на сцене, чтобы у них прошла боязнь общения, боязнь новизны, чтобы они понимали, что они востребованы, они нужны. Сегодня при театре молодежи есть инклюзивная студия, где также занимаются детки с ограниченными возможностями. Закрытие фестиваля будет ярким и полным сюрпризов. На сцене Театра молодежи в Международный день защиты детей. Победители и организаторы ждут всех. Возможно, 1 июня здесь вспыхнет новая талантливая звездочка. Елена Штыникова, Светлана Магдеева, Игорь Лещук, Панорама.